добрый день дорогие друзья с вами капля и мы говорим о наставничестве вопрос который мне задают достаточно часто он звучит примерно так каждый ли человек должен иметь наставник я бы исключил слово должен вообще на самом деле в царстве божьем тогда мы говорим о взаимоотношениях среди людей я бы исключил это слово в принципе никому мы ничего не должны кроме взаимной любви но этот долг на нас возлагают не люди не мы сами а господь а у него это право это право есть когда мы говорим должен мы вступаем на хрупкий лед религиозных отношений я бы не хотел не только там жить но даже ходить потому что жизнь по благодати она подразумевает что ты совершенно свободен поступать так как тебе угодно при этом зная что ты обязательно будешь привлечен к ответственности то же самое относится к наставничеству если ты не хочешь иметь наставника или же ты не хочешь быть никому наставником это твое право и никто не может тебя за эти решения осуждать но существует одно но наставничество как наверное и абсолютно все что сделал сотворил господь оно призвано к тому чтобы улучшить нашу жизнь сделать нашу жизнь более плодотворной более успешной более яркой и интересной если ты не делаешь этого то ты теряешь когда мы говорим о должен не должен мы как бы загоняем друг друга в некие обязательства но когда мы говорим о в живых взаимоотношениях вспомните свои романтические отношения с вашими супругами или может быть вы сегодня в настоящее время с кем-то встречаетесь вы же не употребляете это слово ты должна приходить вовремя нет ты стоишь и ждешь она опаздывает а ты стоишь и ждешь и внутри себя конечно ты высказываешь определенные вещи в ее адрес но когда она придет и натянешь на себя улыбку подаришь букет и вы пойдете в кафе то же самое относится к абсолютно всем сферам христианской жизни мы никому ничего не должны наша задача состоит в том чтобы увидеть пользу попробуйте и вы точно не захотите жить